Дмитрий Дудко В стране они будут работать до 20 часов по местному времени, сообщили в ЦИК России. Предварительные результаты голосования, как ожидается, Центр избирком обнародует 18 сентября после 21.00 по Москве. В единый день голосования в Севастополе работает 180 постоянно действующих избирательных участков, плюс 11 временных, 10 в медучреждениях и 1 по адресу улица Вокзальная, дом 5. На последнем смогут проголосовать граждане с пропиской в других регионах России или без прописки, а также военнослужащие. Сегодня Севастополь впервые выбирает своего делегата в Нижнюю палату парламента и определяет второй созыв муниципалитетов. Это городской избирком Севастополя. Именно здесь в ближайшие сутки будут аккумулироваться данные о ходе голосования со всего города. В Севастополе образованный действует 219-й одномандатный избирательный округ. Сегодня работает 180 стационарных и 11 временных избирательных участков. Докладываю севастопольцам, мы готовы для проведения выборов. В этом году освещать голосование в Севастополе аккредитовалось рекордное количество журналистов. 125 человек, представители 20 средств массовой информации, как федеральных, так и региональных. Репортеры будут работать непосредственно на избирательных участках. Еще 57 корреспондентов в течение дня будут передавать данные из пресс-центра. Его оборудовали в здании избиркома. Сегодня с 8.30 утра у нас начнется регистрация участников мероприятий, проходящих в информационном центре. И, соответственно, в течение всего дня те, кто получил аккредитацию, могут присутствовать в информационном центре на всех мероприятиях, которые будут там проходить. Более 10 мероприятий, то есть обращений председателя избирательной комиссии. Валерий Крилович будет озвучивать информацию по явке избирателей на определенный период времени, а также по всем вопросам, которые проходят на избирательных участках. То ли это жалобы, то ли это какие-то нарушения и так далее. Плюс к этому у нас будут прямые включения центральной избирательной комиссии. И также в 3 часа в 15.00 у нас будет видеоконференция с центральной избирательной комиссией, где мы будем напрямую с ними общаться по проходящим вопросам, по выборам, которые проходят у нас в Севастополе. Кроме того, в течение всего дня на избирательных участках будут работать наблюдатели от 14 партий и 9 кандидатов в депутаты. Официально цифра зарегистрированных на этот час более 1400 человек. В режиме реального времени все данные по Севастополю передаются в Москву. У нас по московскому времени идет взаимодействие и информация из ЦИКа, и наша информация конкретная. В течение текущего реального времени предоставляется через нашу, в том числе, государственную автоматизированную систему, так называемый ГАЗ-выборы, в центральную избирательную комиссию до полного подведения итогов голосования. В избиркоме нашей съемочной группе рассказали, что при подготовке к выборам в этом году особое внимание уделяли вопросам безопасности. Для того, чтобы сделать доступ инвалидов на избирательные участки беспрепятственным, 70 волонтеров сегодня будут помогать инвалидам. Добровольцы будут работать на тех участках, где подъезды не оборудованы пандусами. Таких мест порядка сотни. А если человек по состоянию здоровья выйти из дома не может, а проголосовать планировал, будут работать выездные комиссии. К этому человеку по его просьбе, по его заявке, письменной, устной, по телефону, его близкие заявили на избирательный участок. К ним будет направлен представитель участковой избирательной комиссии с небольшим переносным ящиком для голосования. Вы можете проголосовать в числе первых, так и на протяжении всего дня. Избирательные участки закроются ровно в 20 часов. Товарищи избиратели, с 8 утра до 20.00 сегодня, 18 сентября, мы с вами приходим на наши участковые избирательные комиссии и отдаем свои голоса за кандидатов в Государственную Думу, за кандидатов в депутаты муниципальных образований. Анна Брачева, Анна Малышко, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. Техническое оборудование избирательных участков в этом году обновили. Для выборов закупили 620 новых кабин и ящики для голосования, в том числе переносные. Для людей с особыми потребностями создали максимально комфортные условия. В помощь инвалидам-колясочникам просторные кабины со специальным освещением. Перед открытием наша съемочная группа посетила избирательный участок номер 92. Готов и соответствует ли он необходимым критериям, расскажет Анастасия Синица. Центральный избирательный участок номер 92 в Ленинском районе. Он считается средним. Здесь зарегистрировано 1544 человека. К единому дню голосования сюда завезли 3600 бюллетеней с защитными марками. Для выборов на участке установили три стационарных и два переносных ящика для голосования, а также три новых кабины. В одной из них специальное оборудование в помощь инвалидам-колясочникам. Если человек плохо видит, будет дополнительное освещение помимо центра. И ширина этой кабинки позволяет инвалиду-колясочнику без препятствий проехать и в этой кабине заехать, так сказать, и проголосовать. Тут же он разворачивается и сразу находится ящик для голосования. На 92-м избирательном участке установлен пандус. Территорию в темное время суток освещают фонари. В помещении функционируют люстры и светодиодные лампы. На стенах разместили информационный стенд с фотографиями кандидатов и перечнем партий. Увеличенные копии отчетных протоколов о ходе голосования и результатах. Их будут заполнять поэтапно. Избирательный участок оснастили системой безопасности. На входе проверка рамочным металлоискателем. За порядком следят правоохранители. За избирательным процессом – наблюдатели. И от политической партии будет, и от Федеральной Думы, и от муниципальных тоже будет. Они будут следить за правильностью прохождения выборов, чтобы не было никаких подлогов, чтобы там мало ли что все может быть, чтобы все проходило правильно по закону. Проверяли пожарное тушение, чтобы все было хорошо, чтобы стояли огнетушители, проверяли ОМОН с собаками, чтобы все было правильно. До 17 сентября в участковых избиркомах можно было получить открепительное удостоверение для тех, кого в момент выборов не будет в Севастополе, или проверить наличие своей фамилии. Если ошибку в инициалах или адресе избиратель обнаружил в день самих выборов, участковая комиссия сразу же внесет в список коррективы. Если пришедший избиратель на участке вообще себя не видит в списках, такое тоже у нас неоднократно случается, пусть человек, имеющий прописку, имеющий регистрацию в пределах данного избирательного участка, просто подходит, показывает паспорт, желательно иметь с собой все-таки ксерокопию паспорта. Иногда люди ходят, делают ксерокопию, нам предоставляют, и человек тут же спокойно в дополнительных списках голосует. Если в списке избирателей случайно оказалась фамилия умершего, оповестить об этом участковую комиссию должен родственник или сосед. Желательно, чтобы либо родственник, либо сосед, либо знакомый принесли нам на участок ксерокопию свидетельства о смерти. Мы подаем эти сведения в территориальную комиссию, территориальное ФМС, и там уже тогда в дальнейшем списки корректируются. Участки закроются в 20 часов. Далее начнется подсчет голосов, после чего протоколы передадут в территориальные комиссии. Их четыре – Балаклавская, Гагаринская, Ленинская и Нахимовская. Там в ночь с воскресенья на понедельник будут сводить данные для обобщения и передачи их в городскую избирательную комиссию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Я думаю, что и на тех 100 участков, на которых до сих пор пока что нет фантуса, мы решим общими силами с руководством города, и будет так. У нас, к сожалению, на данном этапе не решен вопрос, чтобы все участковые комиссии с второго этажа были перемещены на первые. У нас еще на 10 участков, 10 участков находятся на втором этаже. Это тоже определенные трудности. Да, монтюры помогут. Но, к сожалению, ну-ка по лестнице попробуем, с колясочкой. Это, конечно же, определенные сложности возникают. Мы тоже берем социализательства вместе с правительством, вместе с законодательным собранием, с руководителями учреждениями. У нас поработать и вот впереди ждет, ждут у нас следующие уже выборы. Мы подведем их вы не по этим выборам и выборам Государственного Дума, муниципальное образование. А дальше, через год, мы с вами будем участвовать впервые, опять же, в истории Севастополя в президентских выборах. Ну, и постараемся вот хотя бы уже к президентским выборам, ну, к минимуму свести вот то, что на втором этаже участок находится. К минимуму, что нет пандуса, ну и так далее. Будем работать на севастопольцев, будем работать на избирателей. Коллеги участковые избирательные комиссии работают сейчас, работают в полную меру, докладывают, что там очереди. Это, ну как, хорошо, нехорошо, ну, хотят люди проголосовать, идут, это хорошо, что идут. Вот сейчас звонок поступает от уполномоченного по правам человека, Севастополя, Павел Юрьевич, я попробую ему отметить вот в вашем присутствии. Да, Павел Юрьевич, здравствуйте, с праздником! Спасибо, есть. Павел Юрьевич, Павел Юрьевич, я приношу извинения. Сейчас у нас идет в информационном центре вот как раз информация перед телевидением, перед СМИ, перед представителями от кандидатов, депутаты. У нас идет работа. Ваш правильный вопрос. Конечно, мы сейчас постараемся разобраться и помочь человеку решить этот вопрос. Я даю, передаю телефон Вярославу Александровичу, он пометочку себе сделает, вы вот объясните, что, и потом перезвоним, разберемся. Вы телефончик только тоже передайте этому человеку. Ага, даю, даю. Ну, работа вот и в этих условиях продолжается, и хорошо. Надо все буквально моменты урегулировать, чтобы кто хочет проголосовать, тот должен смочь что-то сделать, независимо от ситуации, в которой он оказался. Ну, а ситуаций много. Кто-то там не взял открепительное удостоверение, уезжая с места постоянного, по-паратистке своей. И куда-то сюда хочет проголосовать, оказывается, есть определенные трудности, а у него как по временному пребыванию. Ну, сейчас конкретно вот такой вопрос, и Вярослав Александрович пытается объяснить, рассказать согласно его законодательству. У нас в Пермии голосуют 14,5 тысяч человек. Это с 18 до 20 лет. В Пермии 14,5 тысяч. Это праздник для севастопольцев, это праздник для них, для их близких, для этих избирателей. Всего молодежи до 35 лет придут на участки, на 2 месяца, чтобы придут на участки для голосования. 82,5 тысячи. 16,5 тысяч у нас в ветеранах, как говорится, производства за 80 лет. Они уже имеют богатый опыт голосования, наверное, поделятся ли вас с молодыми избирателями. У нас на каждом участке имеются, конечно, наблюдатели. Таких наблюдателей 1444 человека. Вполне достаточно для того, чтобы проверить законность, порядок, организованность на участке. Ну и еще раз, здесь же не учтены представители, да, доверенные кандидата партии, вот, сами кандидаты, ну и так далее, там, люди, которым можно. Ну и вы, представители вот СМИ присутствующие здесь, тоже аккредитованы для того, чтобы иметь удостоверение, чтобы посетить участки и там произвести соответствующие съемки и так далее. Может быть, и поприсутствовать. У нас аккредитовано 125 человек из 20 СМИ. 20 СМИ изъявили желание у нас аккредитоваться. 50 человек, 57 человек планируется, что они будут работать вот у нас, здесь, на информационном центре. Ну, как я уже сказал, 180 участков постоянных, 11 временных. Временные – это 9 в лечебных учреждениях городских. Один – это госпиталь, 10, как видите. И участок на жизнедорожном вокзале – это вокзальная 5. Для тех, кто по каким-то причинам оказался, имея, так сказать, паспорт, имея гражданство России, имея даже то, что он здесь, севастополец, но не имеет прописки по каким-то причинам, ну, их много этих причин, он может из своей воли, так сказать, изъявить на ЖД в зале проголосовать, участвовать в голосовании. Товарищи присутствующие здесь, не для севастопольцев, хочу сказать, что это большое политическое, патриотическое, ну, государственного значения события, что мы говорил, говорил и буду говорить. У нас как-то все получается, вот впервые, два года назад, вернувшись домой, в Россию, у нас все первый раз как-то идет, и сегодняшний день, он первый для нас такой важный – это выборы в Государственную Думу. Не менее важное – это, что мы вот только второй раз участвуем в выборах муниципального образования, поэтому мы счастливы, что имеем такую возможность, первое. Второе – мы гордимся, что мы являемся участниками этого события. Ну, а все работники, члены Севастопольской и Родской избирательной комиссии, четырех территориальных избирательных комиссий, всех 191 участковых комиссий, кто вошел в этот состав, конечно же, мы счастливы тем, что нам выпало вот по судьбе, в истории, быть первыми на первых выборах, первыми, кто организовывает избирательный процесс, его проводят, еще не только будем подводить, впервые первые. Это историческое событие. Здесь рядом со мной присутствует заместитель председателя Севастопольской и Родской избирательной комиссии, председателя нашей окружной избирательной комиссии по выборам государственным, Погорелов Ярослав Александрович, секретарь комиссии, ну, как мы в двух ипостасях как бы выступаем, вот, как получается, Ковалева Лариса Семеновна. Ну, мы, скажу так, мы уже за два года, находясь в законодательном поле Российской Федерации, уже овладели определенными знаниями, во-первых. Во-вторых, нам много очень помогала Центральная избирательная комиссия в 2014 году, когда мы впервые проводили выборы в законодательное собрание, в муниципальное образование. Ну, и так, что мы учились, совершенствовались, и везде нам помогали и помогала, и будет помогать Центральная избирательная комиссия. Большую помощь в ходе подготовки, конечно, мы получали от законодательного собрания, от правительства, губернаторов. Повседневное буквально внимание, и даже сейчас это внимание продолжается. Где-то что-то со светом на участке происходит. Уже там находится вот сейчас маленький где-то сбор, и уже там находятся представители правительства. Понимаете? Хочется поблагодарить их. Но у нас не был до конца отработан. Произошли определенные изменения законодателя. И доработан был закон наш, законодательный, Севастопольский закон ЗС-20 по выборам муниципального образования. Это первое участие юристов от правительства, и, конечно, законодательного собрания, и в работе постоянной комиссии законотворческой от законодательного собрания. И лично участвовали, ну, уже сегодня, это председатель законодательного собрания, Алтаваева Екатерина Борисовна, и Кулагин Александр Андреевич. Он сам юрист, и, конечно, он в полном объеме юристы законодательного собрания и правительства. Участвовали в подготовке законных. И он работает. Уже сегодня мы по нему участвуем в выборах, выбираем депутатов муниципальных образований. 120 депутатов мы должны сегодня избрать. Вот у нас, вы помните, когда мы шли на выборы, у нас 650 было, да, кандидатов, как бы, депутаты муниципальных образований. Почему как бы? Потому что дальше зарегистрировано, мы встали 545. Вот сегодня 545 участвуют в муниципальных выборах. Вот из 545 мы с вами сегодня выбираем 120. 120. Ну, мы понимаем, что, да, в Севастополе у нас мы одного депутата в Государственном Думе выбираем, по одномандатному округу. Одного. Ну и будем также голосовать по партийному списку из 14 партий за одну из партий. Я сейчас предоставлю слово Мирославу Александровичу для информации. По ходу можно будет потом задавать вопросы. Ну и может какую-то вам уже конкретную информацию нужно будет. Мы готовы. Наш информационный центр будет работать, я говорю, уже беспрерывно. Ну и каждый час мы готовы давать какую-то информацию. Так, каждые два часа мы готовы давать информацию, которая будет к нам поступать. Ну, сейчас вот поступает какая-то. О ходе голосования. Сколько пришло голосовать? Не о том, что нам голосуют, а с кого пришло. Понятно, да? Вот каждые два часа. Уважаемые коллеги, уважаемые севастопольцы, у нас на 8 утра открылись все избирательные участки. У нас 191 избирательный участок. Еще раз повторяем, 180 постоянных участков, которые были образованы в 2014 году сроком на 5 лет. И 11 временных участков при учреждениях здравоохранения и на ЖД вокзале эти участки создаются под каждые выборы. То есть это временный участок, этот участок непостоянный. Учреждение здравоохранения. Допустим, у нас в 2014 году был еще один временный участок в амбулатории Интермана. Сейчас там идет капитальный ремонт, поэтому этого участка нет. Чтобы вы понимали, чем отличаются временные участки, это для граждан, временно пребывающих в том или ином, в первую очередь в лечебном учреждении. Все списки избирателей вчера вечером были окончательно сверены и составлены. У нас на сегодняшнее утро при открытии избирательных участков общее количество избирателей 305 560, которые внесены в списки избирателей. В течение дня эта цифра может меняться. В сторону увеличения, так как могут появляться избиратели с открепительными удостоверениями из других субъектов Российской Федерации. Вот сегодня к нам уже сюда подходил гражданин из Петербурга с открепительным удостоверением, спрашивал, где ему можно проголосовать. Мы его направили на Ленина 25, где у нас ближайший избирательный участок. С открепительными удостоверениями граждане могут голосовать из других регионов, которые у нас в Севастополе. На любом избирательном участке они будут вноситься в дополнительный список. Также в дополнительный список могут вноситься те граждане, которые по каким-то причинам имеют нашу севастопольскую регистрацию по месту жительства, но не были включены в ГАЗ-выборы, систему, которую она в первую очередь предоставляет органы Федеральной миграционной службы. Или недавно прописанные, но могут быть разные причины, по которым у нас отдельные избиратели могут менять себя в списке, в основном в списке избирателей. Поэтому в течение дня количество избирателей, внесенных в списки, может постепенно меняться. Существует такой дополнительный список, по которому члены участковых избирательных комиссий включают тех граждан, которые не были включены в основной список избирателей. На 11-ти временных участках у нас на день, на вчерашний вечер, когда у нас закончилась сверка избирателей, у нас 1059 человек. Это на 10-ти участках при учреждении правоохранения. Больше всего у нас человек, граждане Российской Федерации было внесено в список избирателей в госпитале Черноморского флота, 522 человека. Ну, по остальным, нашим городским больницам, там значительно меньше. Ну, больше 100 человек еще у нас в противопокорбулезном диспансере. На вокзальной 5, где у нас образован участок, временный участок для граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства, в том числе и для граждан на Российской Федерации, у которых в паспорте стоит в отметке регистрация по месту жительства город Севастополь, воинская часть, номер части, но без адреса. Такие паспорта у нас выдавались в 2014 году для граждан Российской Федерации, которые раньше по украинским своим старым паспортам были зарегистрированы при украинских воинских частях. Также и члены их семей могли быть зарегистрированы при украинских воинских частях. Эти избиратели, они являются гражданами России, несмотря на то, что у них отсутствует в паспорте конкретный адрес по месту проживания, по месту жительства, они имеют право проголосовать на выборах в Государственную Думу и по федеральному избирательному округу, и по одномандатному избирательному округу по городу Севастополя, так как они у нас зарегистрированы по Севастополю, но без конкретного адреса. По муниципальным выборам эти граждане, которые будут голосовать на Марзальной 5, они голосовать не могут, не имеют права, так как нет конкретного адреса по месту жительства в городе Севастополь. Каждые два часа, ну конкретно на 10, на 12, на 15.00, на 18 и на 20.00 нам территориальные избирательные комиссии будут предоставлять информацию по явке избирателей и по количеству избирателей, включенных в списки, то есть ученых в дополнительных списках. Что еще хочу отметить, те избиратели, которые по каким-то причинам не имеют открепительных удостоверений, не были включены от организаций до 14 сентября этого года в списке избирателей по месту временного пребывания, к сожалению, граждане иногородние, которые не имеют регистрации по месту жительства в городе Севастополь. Эти граждане не смогут принять участие в выборах и федеральных, и муниципальных. У нас законодательство предоставляет возможность всем гражданам Российской Федерации участвовать в голосовании, но при определенных условиях, то есть иногородние граждане могли или получить открепительное удостоверение по месту своей регистрации в другом субъекте Российской Федерации. Если у иногородних граждан имеется регистрация по месту временного пребывания в наших органах ФМС, то они также могли и могут проголосовать на выборах в Государственную Думаю, если только они подали соответствующее заявление в территориальной избирательной комиссии до 28 августа этого года, так как они должны быть исключены из... Это была прямая трансляция с избирательной комиссией, а мы продолжаем новостной выпуск. Личный состав Черноморского флота также принимает участие в едином дне голосования. Об этом журналистам информационного канала «Севастополя» сообщил заместитель командующего Юрий Ореховский. Он отметил, большинство военнослужащих всех категорий, а также гражданский персонал проголосуют на открытых избирательных участках, расположенных в разных районах Севастополя, Республики Крым и других регионах России, где проходят службу. Кроме того, на флоте работает один закрытый участок. Образован он в главном военно-морском клиническом госпитале по адресу госпитальный переулок, дом 1. Таким образом, свою гражданскую позицию смогут выразить ветераны вооруженных сил и военнослужащие, находящиеся на лечении. Для тех, кто в единый день голосования несет круглосуточную вахту или стоит в наряде, организована подмена личного состава. Главная задача командования флота – не лишить ни одного подчиненного права на участие в голосовании. Что же касается семей военнослужащих, имеющих служебное или постоянное жилье, а также регистрацию, они голосуют на избирательных участках по месту жительства. Тех, кто еще не получил жилье, зарегистрировали в воинских частях по месту прохождения службы. Данные по ним были заранее переданы в Центральную избирательную комиссию для включения в списки для голосования. У нас полная ясность есть, где кто голосует. Люди оповещены, они знают. И надеемся, что как наиболее законопослушные избиратели мы примем активное участие в голосовании, в едином неголосовании. Избирательный процесс также организован в высших и средних учебных заведениях. На базе Севастопольского государственного университета размещено пять участков. В спорткомплексе на Студгородке, в корпусе на Гоголя, в гуманитарно-педагогическом институте на Гагарина, в помещении морского колледжа на Репино и в корпусе университета ядерной энергии и промышленности на северной стороне. В частности, на 79-м участке на университетской установлена кабинка и ящик для голосования. Завезено и опечатаны 2100 бюллетеней. По списку здесь 722 избирателя. Это как студенты, проживающие в общежитии, так и жители домов близлежащих улиц Коралловой, Муссонной, Университетской и Индустриальной. К слову, ожидается, что на этом участке 9 человек проголосуют впервые. Для них уже подготовили грамоты и сувениры. Я иду впервые на выборы. Мне 20 лет. И это важный шаг для меня, для нашей молодежи. Мы выбираем свою судьбу. Каждый человек должен пойти на выборы. Во-первых, молодежь, потому что это наше поколение. Мы должны выбрать что-то лучшее для своего поколения, чтобы улучшить свою жизнь, улучшить жизнь своих родителей, своих бабушек, дедушек. То есть каждый голос, он будет очень важен. На данный момент мы находимся на университетской. Тут у нас участок номер 79. Участок полностью укомплектован и готов к выборам. Те, кто голосует, это в основном ребята, которые имеют временную регистрацию для учебы. То есть они временно зарегистрированы на 4-5 лет, пока обучаются в университете. Естественно, они имеют полное право для того, чтобы осуществить свое волеизъявление. Итак, напомним. Сегодня в единый день голосования Севастополь впервые выбирает своего депутата в Государственную Думу и определяет второй созыв муниципалитетов. На участке каждый избиратель получит три бюллетеня. Один для голосования по партийным спискам в Госдуму. Второй за кандидата из Севастополя в Государственную Думу. Третий для поименного голосования за кандидатов в муниципалитеты. Избирательный бюллетень по одномандатным избирательным округам. Вот 9 кандидатов в депутаты. Проголосовать мы сможем, поставив галочку в одном из окошечек. Это партийный бюллетень. Вот по партиям. Вот 14 партий. Вот он такой вот длинный бюллетень. И сможете здесь. Действие аналогичное. В окошечке вы ставите галочку напротив той партии, за которую вы хотели бы проголосовать. По выборам в муниципальные округи. Я вот сейчас специально показываю самый длинный бюллетень. Это в Гагаринском районе будет. 43 кандидата в депутаты. Ну аналогично. Напротив своего кандидата галочку ставить в окошечке. В 22 округах у нас 5 мандатные. Вот у нас 2 мандатные только в Терновке. Вот в Терновском муниципальном совете надо будет не более 2 галочек поставить. А во всех остальных, где мы будем голосовать с вами, избиратели, по выборам в муниципальные советы, не более 5. Прийти на избирательный участок и выполнить свой гражданский долг необходимо, считает большинство севастопольцев. Наша съемочная группа выясняла, зачем нужно идти на выборы. Надо гражданский долг. Ну хочу, ну да, лучшее будущее. Это формирует страну, правительство и будущий путь страны. Почему же это важно? Да, и мы молимся за это, молодежи люди. Все в особо лучше становится должен. Потому что это один из редких случаев, когда мы можем выразить свое мнение. Если оно будет учитываться, мы будем рады. Ну а если нет, мы-то живем в этом мире, и мы должны понимать, что мы должны участвовать в нем. Чтобы что-то изменить, каждый должен участвовать. Потому что от нас зависит, что будет дальше с городом. Кого выберем, от того и будет все зависит. Нужно для того, чтобы знать, кто нас представлять будет, во-первых, в самом главном органе нашей страны. Ну и свой, свое мнение высказать. В данной ситуации это особенно важно. Ну в определенной мере демонстрация, а в главной мере, ну чтобы был у меня выбор. Это как минимум моя привилегия сделать выбор. Ей надо воспользоваться. Во-вторых, чтобы выбрать, как пройдут выборы без избирателей, если каждый откажется этим. Чтобы обеспечить какое-то себе будущее, допустим, города. Государство, наверное, поддержать, наверное, там, я не знаю, какие-то там реформы должны проводить, что-то делать вот с этим безобразием совсем. Ну вот, выбрать надо кого-то. На информационном канале Севастополя продолжается телемарафон. До 22.30 в прямом эфире самая свежая и актуальная информация. Гости телемарафона «Выбор Севастополя» – эксперты, политологи, социологи, представители городских властей, журналисты и многие другие. В течение дня прямые включения Севастопольской городской избирательной комиссии, а также новости в начале каждого часа. В информационных блоках рассказываем о ходе голосования с избирательных участков. Онлайн-вещание на xtv.ru. Следите за развитием событий вместе с нами и присоединяйтесь к обсуждению. Телефоны редакции 5541-22-54-36-30. Сделаем выбор Севастополя вместе.